Мир вам, братья и сестры, позвольте мне поздравить вас всех наступившим Новым Годом и пожелать всем вам Божьей благословения в этом году, и чтобы этот год был не тем годом, который прошедший. Я в плане того, чтобы мы изменились, в плане того, чтобы стали другими и стали ближе Богу. Каждый день, мне кажется, что завтрашний день наступит последний, и окажется, что мы все скоро будем у ногу Господа, и, к сожалению, многие окажутся вне врата. Очень важно, чтобы мы постарались каждый день прожить его так, как будто это последний вечер наступит, и Иисус придет за мною. Я сегодня пришел в церковь, чтобы посидеть сзади, послушать, помолиться вместе, но ваш пастор подошел ко мне и сказал, нет, не посидишь сегодня. Он попросил, чтобы я хоть коротко, немножко свидетельствовал тем, каким образом Бог побудил моему сердцу стать тем, кем я есть, свидетельствовать о имени Бога. Я постараюсь несколько фрагментов прочитать из Писания, что меня лично дал откровение от Бога, свидетельствовать о Нем, говорить о Нем и проповедовать о Нем. Я вам могу сказать такую одну простую вещь, что я сам не считаю себя проповедником, никогда не считаю и никогда не буду считать. Единственное, я считаю себя одним из сидителей, которые встретятся с Богом и хочу о Нем говорить, который дал мне жизнь. И во многих церквах и людей, многие меня не понимают как проповедника, потому что я не тот, который может изложить его по догматике, изложить его, может быть, правильно саму проповедь сказать в конце, вот супер. У меня то, что горит в сердце, я то и передаю, может, оно не слажено, не так, как должно быть. Ведь одно из евангельсионных служений мне пришлось проповедовать, это еще было лет 30 назад. Я говорил на русском языке, я его плохо знал, я сейчас не лучше знаю его, плохо знал, я говорил об Иисусе, она, и, наверное, разов 10 сказал, и когда люди покаялись, мне сказали, ничего не можем понять, как же они могли покаяться с Иисусом и она, он же все-таки, надо было говорить, что он. И у меня действительно иногда проскакивали такие фразы, да, и я сказал тогда, слава, я говорю, док святого же менял мои фразы для их ушей, чтобы им было понятно, что это он, а не она, это не мама и не другой кто-то, а это Иисус. Действительно, вот это Марка 16 глава, сказано здесь в 16 стихе, не в 16, а в 15, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте в Англии все твари. Слово идите и проповедуйте, и второй отрывок, который говорит Диане Апостолов, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Вот этих из двух фраз осталось на всю мою жизнь, что каждый верующий, который возрожденный, и который получил Духа Святого, который встретился с Богом, он не может молчать, он просто не может. Я не знаю, я не говорю, что он не проповедник, он просто молчать не может. Он готов объять весь мир, он должен сказать, что с ним сделал Бог. Это не говорит о великом проповеднике. И есть еще одна фраза, которая меня сильно затронула, в то время, когда Господь дал мне именно встречу с ними. Эта фраза написана в событии 20 главы Откровения. Так написано, кто не будет записан в книге жизни, тот будет брошен в озеро Огненное. И меня очень затронуло то, что я понял одно, что тот, кто не возрожден, тот, кто не встретится с Богом, он является кандидатом ада. Он идет в ад, и он будет в аду. И вот эти фрагменты мне не давали покой. Как же так можно жить дальше, когда Бог пришел к тебе навстречу, Бог тебя вытащил. И помните, я 15 стихе читал тогда, что «возови ко мне, отвечу, и ты меня прославишь». То есть ты обо мне везде и всюду расскажешь. И невозможно. И я вам скажу несколько фрагментов момента моей жизни, как Бог начинал вот эту работу. В те времена, 78-й год, это тяжелые времена, которым сложно было проповедовать в Англии. Кто из вас в то время не родился, не знаете. Кто родился, немножко знаете. Я думаю, большинство из вас знает, что такое. Давайте я спрошу, в 78-й годы есть здесь люди, которые были верующие? Вау, слава Богу, так много вас. Тем более вы мне быстро поймете. Вот представьте себе, я живу население, более 7 тысяч населений, где я жил. Это большая местность, село такое большое, где я жил. И мне хотелось им говорить, но клуб не разрешали в те времена. И в инвестиционное служение невозможно было проводить. Это было правдой, это нереально было. И я молился Богу, чтобы Бог мне позволил. Как же людям говорить о Боге? Я нашел один из моментов, который первая моя начиналась евангелизация, где мы жили в расстоянии 50 метров или, может быть, чуть больше. Утром людей, машина приезжала, машина забирала людей на работу. Каждое утро и каждый вечер людей привозила эта машина. Там много людей, может быть, человек 100, 150, 200. Машина за одним вот приезжала утром. И люди по улице шли, и в этой перекрестке останавливались, сидели и ждали, именно когда подъедет машина. Это было одно из моих евангелизаций, которые Господь тогда мне дал. Я открыл свои окна своего дома. Жену попросил, чтобы она подошла к этой перекрестке, когда никого не было. И я по разным голосам кричал дома. Вот, допустим, слова повторял три раза на разных уровнях моего голоса. И она приходила мне и говорила, на втором голосе все слышно. На первом слова-то, третьем слишком голос большой твой. И она мне определяла. И вот, когда утро настало, люди собирались в этом перекрестке, людей, может быть, сотни. Моя жена стояла возле окна, оба окна были у нас, улица так, окно здесь и здесь открыто. И я начинал ей проповедовать слово. И кричал на том втором тоне. Я говорил, все, что я мог, вот внутри кричал. И вот это слово доходило до этих людей. Это была первая евангелизация, что Господь давал мне. Второе по воскресеньям обыча была, что, наверное, может быть, вы в те времена помните, соседи выходили на улицу, семечки шалкать, бутылочки вина выпить. У нас всегда была так улица, полный людей, графина, вина, как обычно. Да, это была обыча из одних обычаев. Женщины сидели. И я старался выходить тоже на эту встречу. Но мы с женой отдельно сидели возле нашей дома. К нам, к баптистам, верующим людям не приходили, понимали нас совсем превратно. И я жене на улице проповедовал о Христе. И вот это рассчитывал я расстояние 100-150 метров туда и 100-150 метров в эту сторону. Я кричал так ей, что она, наверное, уши закрывала, чтобы мой голос дошел до этих людей. И я понял, что такой-такой путь Господь мне не позволит, и я нескоро к этой 7-тысячной населении смогу проповедовать слово. И это было действительно, я понимал, что надо какой-то метод другой выбрать. Я просил, Господи, ну как же сделать, вот все-таки много народа. А я сам работал, как здесь, трописты, дальнобойщиком, да, ездил. Моя специальность много, я работал бондаром шестого разряда, плотником, окна, двери мы с папой делали и дома строили. В те времена, знаете, не то, что сегодняшние дома, да, в те времена строили дома и так далее. То есть специальности у меня были хорошие. И когда Господь меня открыл, говорю, так не получится. Ты много ездишь, ты много работаешь для села, ты не потянешь, надо что-то другое. И Бог мне открыл, что пойти в колхоз и работать в бригаде. И у нас была бригада, я не помню, 10 бригад, что ли, было в колхозе. Где-то около 10 бригад. И вот село это распределено на 10 бригад. И я в течение года решил в каждой бригаде работать. И вот когда я работал в бригаде, там, садовотическом, там, несетским, виноградным или табаковотическом, разницы не было для меня, где работать. И когда люди приходили на обед, вот представьте себе, сотни людей стол накрывали как поле, все люди работали, я с ними вместе, я, конечно же, старался быстрее кушать. Обед был всегда на 2 часа в те времена, в коммуническое время давали людям отдохнуть. И вот эти 2 часа я в течение месяца проповедовал этим людям. И в течение года я прошел всю, весь, все наше село, 7 тысячное, которое Бог мне позволил проповедовать о Христе. Я хочу спросить сейчас, скажите, пожалуйста, кто помнит, что я здесь говорил, или в коридоре говорил, в больнице, как мне приходилось проповедовать? В коридоре. В коридоре, не все вы слышали. И однажды с моим здоровьем немножко было плохо. Вы помните, после этих, когда Бог меня исцелил, организм все-таки слабо, сразу пошел работать, вот то, что я вам рассказываю, все это событие было. И Бог меня решил немножко дать отдохнуть. Говорит, иди в больницу, полежи немножко, отдохни немножко. Я пришел в больницу, вижу, что много народа там, людей. И не знал, как им тоже, надо же им проповедовать. Я не знал, как это делать, но я видел одно, что в церкви братья ставили стол, вот такой стол, и за столом сидели братья. А вот здесь, у нас в Америке как-то наоборот все. В Украине, помните, все это так, знаешь, стол, как в тех времен осталось. Из СССР, что вот надо сидеть здесь, а люди на тебе должны. Вот такой вот у меня форма, я понимал форму служения. И в больнице работали медсёстры, которым мы вместе в школу учились. Эти медсёстры меня хорошо знали, и врачи меня хорошо знали, кто я был, кем был. Но они не понимали, что я уверовал, совсем другим человеком стал. Они понимали, что, наверное, такой же, как он был вчерашний. Я так думаю, что, потому что, был там еще один человек, который тоже верующий, я ему говорю, слушай, давай поработаем для Господа. Он говорит, а что нужно делать? Я говорю, нужно проповедовать ведьму Христиану. А как ты это сделаешь? Я говорю, давай в столовой пригласим людей всех, и там проведем служение. Он говорит, а как хором? Я говорю, без хора обойдемся. И, ну, Георгий, задача наша такая, чтобы людей всех пригласить. И Бог дал мне возможность, и я пригласил людей, и людей заинтересовало то, что то, кто я был, и вдруг я хочу говорить о Боге. Это единственное, что людей заинтересовало, видит меня. Знаете, что, вот сами представьте, человек работает на заводе, да, вы понимаете, да, после работы, кем он, как он уходит, как он гуляет, в каком состоянии, а вдруг он говорит о Боге. Это странная вещь. И вот людей как-то натолкнуло прийти. И медсестра говорит мне, что ты делаешь? Я говорю, я с людьми хочу пообщаться. А, ну, проблем нету. Но она ничего не сказала. И я взял, помню, Библию, свою Библию, и решил с Гагаузского перевести на русский язык. Я не умел проповедовать, еще раз я вам скажу, что я не знала. Но я помню, что я открыл первое послание Иоанна, это точно помню. И я начал читать, и люди начали возмущаться. Я начал переводить, люди опять возмущаться начали. Но впереди были сестры, женщины были, которые уставшие от этих Гагаузов всех. И я говорю им такие очень хорошие слова. Я говорю, знаете, я хочу вам сказать, этим мужикам всем, говорю, успокойтесь. Иисус говорит, чтобы вы любили своих жен. Когда я сказал жен, эти женщины сказали, а ну быстро закройте. Эти женщины закрыли, успокоили публику мгновенно. Я понял, что это единственное спасение для меня было. Я тогда начал говорить, это женщины, что Бог их любит, что Бог готовит благословлять. Они благословенные, они матери своих детей и тому подобное. А они слушали меня, ну я не знаю, как вам сказать, это как будто для них это была особая еда. Конечно, была где-то, может быть, полчаса, может больше вот эта и все проповедь, которую Господь дал мне проповедовать. Закончилось все это. Я вышел на улицу, поблагодарил Бога, что Бог мне позволил это сделать. Утром рано, в 7 часов, врач подходит ко мне и говорит, как у тебя дела? Я говорю, хорошо. А как у тебя температура? Я говорю, я не знаю, не мерил еще утром, ну я же утром не мерил. А где Библия? Я говорю, вот здесь. Говорит, возьми Библию и иди домой. Я взял Библию, шел домой, он меня выгнал с больницы. Шел домой, у меня еще 39 температур, 38-39 температуры. Я думаю, слушай, а что же делать? А жена говорит, а что ж ты натворил там? Ну я ей сказал, вот так и так было дело. Она говорит, а что нельзя было иначе? Я говорю, я не знаю, как иначе делать? Она говорит, а что ты будешь делать? Я говорю, я пойду еще раз попрошу, чтобы меня простили и разрешил мне врач дальше лечиться. Я помню его имя, Петр Дмитриевич, я обшел к нему, говорю, Петр Дмитриевич, можно продолжать лечение? Он говорит, можно, но при одном условии, что ты больше никогда не будешь читать Библию здесь. Ну, Библию. Я говорю, я никогда такого больше не буду делать. Я вам даю слово, я не буду делать. Вот, тогда другое дело. Я пришел, я понял, что я ему дал слово, я уже не могу Библию читать. Я для себя загнал капкан. Думаю, Господи, а как же людям же нужно говорить, как же это делать? У меня был магнитофон такой, кассетный. Я взял эту кассету, записал полчасовую, такой сам слой упор, потому что у меня их не было. И между 10-минутным ставил псалмы. Просто записал, каким-то образом я умел так это делать. Записал я полчасовой. Этот брат говорит, хочешь трудиться? Он говорит, да, конечно. Я говорю, давай, надо продолжать нашу работу. Был один, комната, большая комната, я туда поставил магнитофон. Я ему говорю, я когда постучу в двери, ты включишь его, раньше не включай его. И я приглашаю людей, он закрывает, а он спиной стоит и закрывает. Здесь человек зашел, он спиной не пускает назад уже. Я стучил ему дважды, тук-тук, он открыл, я его пускаю людей туда. Он говорит, полный уже. Я говорю, все, включай тогда. Он включил, но говорю, никого не выпускаю, вот это полчаса пусть пройдет. И потом один этап, второй этап, третий этап. Таким этапом мы смогли проповедовать. Утром, 7 часов, брат подходит ко мне и говорит, слушай, ты же мне обещал? Я говорю, да, обещал. А что ты делаешь? Я говорю, я не читал слова. Я Библию не читал, ты же не запретил Библию. А что ты магнитофон взял? Ну ты же об этом не говорил, не говорил. Возьми магнитофон иди домой. Я пошел домой. Приехали ко мне, посетили мои братья верующие. Говорят, братья, брат Дмитрий, мы понимаем тебя, ты любишь Господа, ты хочешь о нем говорить. Но это не метод евангелизации. Тебе надо лечиться. Я говорю, братья, что мне лет 10 сидеть в этой больнице, пока всем я скажу о Боге. Я говорю, сказал неделю, ушел домой, зачем мне? Представляешь, один день, говорит, одному говорит, другой день другому. Я говорю, вы представляете себе, сколько времени мне надо сидеть здесь в больнице? Не пойдет, говорю, так нельзя. В следующий день я пошел опять в больницу. У меня не прошло, моя болезнь, мое состояние. Зашел я в больницу, опять Петру Дмитриевичу. Он мне говорит, ни Библии, ни магнитофона, не будешь больше включать. Не буду включать. Все, тогда иди лечись. Пшел я. Конечно, я очень переживал, но не знал, что делать дальше. Как быть в больнице, загорался разговоры. У людей вопросов, уйма вопросов. А я-то не знаю Библии. Я не знаю, что им ответит. Они мне задают вопросы. Я не знаю. Они мне задают вопросы. Я не знаю. Я им старался говорить то, что у меня было. Я вижу это недостаточно. И сказать, не знаю как. И второй день, это был первый день разговора, и второй день, помню такое, я узнал, что рядом есть церковь. Такая небольшая церковь, где-то 150 человек. Я еще даже не знал, что есть несколько церковь в этом самом нашем, где мы жили. И я говорю, знаете, что давайте пойдем в одно место, я сделаю вам встречу. И будет хорошее место. Там вы зададите сколько хотите, каких вопросов хотите. Хорошо. Я не знаю, человек может быть 15-12. Но было где-то больше, не меньше 15, где-то так было людей. Знаете, как раньше мы в больнице были, вот эти полосатые одежды, да, помните, да, одевали нас. Наши не на шариках сейчас одеваются. Вот представьте себе, все как из тюрьмы, в белой полосах, да, и мы идем в собрание. Ну, представьте себе, человек 15 сейчас бы зашли сюда. Вот представьте себе, только вот такой. Они заходят, я первый захожу, все за мной заходят, я рассадил их. А кто-то проповедовал, я не помню. Я говорю, брат, хватит, оставлю вашу проповедь. Пастор сидит впереди, говорю, пастору имя, я не помню его имени уже. Я говорю, слушай, эти люди нуждаются в Боге, говорю, вам нужно им говорить о Боге и ответить на их вопросы. Конечно, этот вечер был сильный вечер, было, наверное, часа мы два-три сидели, вопросов, ответов. И сейчас все время меня опять выгнали. Это как обычно, да? И я больше в больницу, конечно, не ходил. Я это рассказываю тем, что так начиналась моя жизнь проповедовать. Свидетельствовать о Боге, именно так начиналось. Вот эти окна открывать, по бригадам работать, в больницах был или в других местах. Бог давал мне бесконечно свидетельствовать. Еще один момент, который мне хочется вам сказать, что вот такую простую вещь, которая меня заставляет до сих пор не забыть. Я в армии одного человека спас, он тонул. Я его спас, просто я не буду деталей говорить о нем. Но вот уже прошло, после армии долго, уже 40 лет прошло, как мы уже служили в 72-м году, я вернулся с армией. Мы друг друга не забыли, и он продолжает мне говорить спасибо. Ты спас мою жизнь. И это мне дает много раз напоминать того, что мне дал жизнь Иисус. И я каждый раз, когда понимаю, что моя жизнь, она не принадлежит мне. По одной причине, что Бог его дал мне, но не дал мне, чтобы я с ним просто делал то, что я хочу. Понимаете, вот жить, это не значит, просто надо жить так, как я хочу. Жизнь дам на Бога, чтобы она была для Бога. И когда мы читаем здесь, говорите, свидетельствуйте, надо понять простую истину. Просто надо понять простую истину. Она меня всегда тревожит. Я думаю, у каждого из вас то же самое. Мы когда придем в небо и пристанем пред Богом, и Бог позволит нам видеть мир, который пойдет в ад. Вы там увидите близких и родственников. Вы там увидите соседей. Вы там увидите работников ваших. Вы увидите там друзей самых близких. И они будут в аду. И я очень боюсь, что они могут крикнуть оттуда и сказать, ну мы же рядом жили, мы же на работу ходили. Почему же ты меня не убеждал о том, что ты же идешь в рай. Ты же знаешь, что Бог подарил его. Как ты могла так быть эгоистом? И меня это очень страшит. И каждый раз, когда наступает новый день, меня настораживает. Я сейчас был в Сейдле. Меня пригласили туда на Новый год. Я хотел быть здесь у вас. У меня были такие планы. Пригласили, меня отвезли. Так это будет красивее, да. И утром один из братьев мне говорит, слушай, давай прогуляемся. Мы пошли погулять. Молились по дороге в моем месте. Шли, он меня задавал вопросы. Я с ним так как-то вообще давно не виделись. И вдруг сзади идут двое пацанов молодых. Бутылка пива, по-моему, что-то в руке было. И один курит. Идут, он говорит, отстань от них. И пусть они пройдут. И мы пойдем дальше, пообщаемся. Ну, я послушал его, я встал. Но когда мы сравнялись с этими молодыми хлопцами, один их сказал, с Новым годом. Когда он сказал, с Новым годом, я сказал, да, и вас так же. И сказал, наилучшее благословение я им сказал. Они повернули, что-то еще добавили. Но он меня остановил. Говорит, пусть идут. Когда не отоши, он мне говорит что-то, но я его не слышу. Я стоял доли секунды, может быть, полминуты. Он говорит, что с тобой случилось? Они ушли и исчезли. Я говорю, как оно произошло, что мы прошли сзади магазина, обходили, там нет людей вообще. Я говорю, ты понимаешь, что случилось? Он говорит, что? Я говорю, почему эти люди оказались возле нас? Мы могли раньше пройти, они могли позже, или все наоборот. Почему мы с ними увиделись? Он говорит, не знаю. Он говорит, им нужно было говорить о Боге. Как ты мог остановить это все? Вот эти ощущения, это очень важно в жизни, чтобы мы понимали, что вот я понял, что они чьи-то дичи, которые, скорее всего, верующие родители, курят, пьют там и так далее. Но они идут в ад. И Бог таким образом посылает нам встречу таких людей. О том, чтобы им сказать об любви Божьей. Я этим хочу всем вам говорить о том, что жизнь, которую я имею, это не моя жизнь. Я вам могу открыто сказать, меня многие, очень многие люди не понимают. Я правду скажу, не понимают. Меня трудно понять. По одной причине надо быть в этой шкуре. Тогда поймем. Если человек просто уверовал и говорит, ну, я знаю моего Господа, да, я, слава Богу, там спасу, не пошел. Но я совсем другой. Почему? Потому что я был мертв, которым не было жизни. И он взял и мне его подарил. И он сказал, это для меня. Ты должен жить для меня. И каждый раз, когда я проповедую в любом месте, в любом зале, в любом аудитории, мне кажется, что это последний раз здесь сидят люди, они больше не услышат о Боге. И у меня сердце говорит то, что говорит Господь. И говори его от всей своего сердца. Не просто говори. И поэтому у меня часто проповеди такие, может быть, громкие, какие-то там эмоциональные. Мне хочется сказать, что, друг мой, а может, это последняя минута твоей жизни. И это правда. И недавно мне с Одессой позвонили, что одна из женщин, моих знакомых, жена в реанимации, инсульт там у нее. Один человек умер, тоже мои близкие, знакомые. И мне говорит, вот так, говорит, большая беда. И знаете, что я сказал? Я говорю, это не беда. А другая есть беда. Говорит, какая? Я говорю, наша очередь. Очередь наша приближается. А не беда, что они ушли. А не вечности. Но наша очередь. И одна из женщин сказала, которым у нас беседовали, говорит, не говори больше такого. Я говорю, что вы боитесь? Верующие люди, ну что? Но наша очередь, это правда. И еще один момент, который хочу подчеркнуть, что то, что я вам рассказал сейчас, это одно из свидетельств, которые Бог побуждал и до сих пор побуждает. Говорит о нем. И нигде, и никогда не умолкать, и не закрыть уста, и не остановиться, говорит о его имени. Поэтому я хочу молодежи, всем вам сказать такую вещь, очень важную истину. Бог, когда придет, придем на небо, есть такая фраза, что он спросит, где мой дар, который я дал тебе? Мой дар. А самый большой дар от Бога, это свидетельство. Самый большой дар от Бога, это свидетельство о нем, что сделал Господь? Это не проповедь. Это не проповедь. И свидетельство, это означает по разным направлениям. Это моя жизнь, свидетельство. Это слово, свидетельство. И как светило, свидетельство другим показать. Это не значит, что надо говорить человеку, а показать, что ты это есть. И когда мы живем с молодежью, молодежь вот живет среди общества американцев, там русских, везде, и их трудно узнать, что они верующие, это не свидетельство. Если вы рядом знаете, что он погибающий, а вы ему не говорите, это большая проблема. И Господь говорит, я приду и спрошу, где мой дар? А знаете, что написано дальше? С прибылью. Дар должен быть с прибылью. Ты, дар, должен реализовать, чтобы другой пришел к Богу. Бог хочет завоевать мир. Ему нужен народ, которого он любит. Ему нужны люди, которые в ад идут. Бог не хочет, чтобы люди пошли в ад. Но спасти их Бог может через нас, нашу жизнь, через слово, наше свидетельство, он может привести ко спасению. И поэтому, на мой взгляд, любой христианин является орудием в руках Бога, как свидетель, как проповедник, как евангелист для его славы. Поэтому, дорогие мои, я еще раз хочу подчеркнуть для всех вас, хочу, чтобы Бог благословил нас, чтобы в любом ситуации, когда сложно, когда неприятно, вы могли проповедовать. Если когда-нибудь вы зададите мне такой вопрос, я могу вам привезти, у меня есть два трудовых книжек, два, не один, два трудовых. И в каждой книжке у меня нету больше года рабочих. Ну, нету. Меня везде увольняли. Я перед Богом вам говорю, я покажу вам трудовую книжку. Увольняли по статье, увольняли, они тогда не писали по религиозным убеждениям, увольняли за то, что я проповедовал. Я не мог иначе жить, я не понимаю до сих пор, что можно жить просто так, не говорить, или не жить для Господа. Поэтому наша жизнь, вот придет, как трудовая книжка, мы пристанем пред Богом, Бог увидит, кто мы, и чем, и как мы жили для Господа. Я еще раз хочу, раз ваш пастор позволил мне сегодня говорить об этом, я самый такой же, как вы, мы все одинаковые, но думай разному, у нас пережиты, мы по-разному пережили. Но роль не играет, как вы пережили. Роль одной играет. Написано, по умножению беззаконниц, знаете, что написано дальше? Охладеет, что? Любовь. А любовь это движение. Любить, для того, чтобы говорить, это надо любить. Если ты не любишь, ты никуда не пойдешь. Ты никому не скажешь, тебе безразличен, что происходит вокруг тебя. Тебе не волнуй, что они умирают. Не тебе не волнуй, что происходит мир. Это не твои проблемы, потому что ты их не любишь. И сама любовь, которую мы имеем от Господа, это движет, это мотор, это двигатель, который двигает нашу жизнь. Именно Божья любовь, в наших сердцах. И я хочу, чтобы в этом году в вашей церкви у каждого из вас изменилось это отношение к Богу. Изменилось отношение к Богу, что вы не живете просто так, потому что вы живете. Посмотрите на этот мир, и вы можете спросить статистику мира, сколько людей умирает сегодня. Каждый секунд умирает человек. Несколько, по-моему, в секунду. В секунду. Вот пока мы говорим, посчитайте, сколько людей умерли. Мы говорим, тот умер от рака, тот умер от того, тот умер от того, тот умер от того. А какая гарантия, что завтра со мной этого не будет? Нет гарантии моей. Жизнь моя в руке Бога. Если он резолюцию поставит, никаких врачей мира во мне ничего не помогут. Достаточно резолюция с неба. Но чего мне держать его? Помните, как написано, есть такая притча, говорит, но нету плода на нем. Помните, сруби его. Помните, как написано? Поставьте еще на год. Я постараюсь. Я помогу. Это ходатайство Иисуса. Позволь мне, чтобы он не пошел. Я готов ему помочь. Но приходит время, может Господь подписать резолюцию и сказать, достаточно. Если это мы будем понимать, то я думаю, что каждый из нас будем дорожить каждую секунду, а не минуту. Жизнь наша дам над Богом, чтобы этот мир не был в аду. Иисус пришел ради них. И последнее, что я хочу всем вам говорить, я от себя хочу сказать, от своего именно понимания, что если мы это не делаем, одну из фраз, я бы сказал, это эгоизм. Почему эгоизм? Потому что я вот недавно мой внук, папа купил ему Макдональдс, внуку моему. И он пришел с этим Макдональдс домой, я говорю, сыночек, возьми, поделись со всем. Говорит, это мне купили, я его не дам никому. И он даже кусочка не дал никому. Это эгоизм. Если человек радуется в Боге, вот он радуется в Боге, но никому не распространяет, это эгоизм. Он наслаждается сладостью, но и не волнует его, что происходит. Нам надо и наслаждаться, нам надо есть, нам надо питаться, нам надо жить в Боге, нам надо благодарить Бога, но и нам надо делать то, что Бог нам сказал сегодня, свидетельствовать другим людям. Поэтому, Божие благословения вам, друзья мои. У меня много из таких свидетельств, тысячи таких моментов, я просто коротко сказал, тем, как Бог начинал работу в моей жизни. И я благодарен моему Господу, что Господь дал те минуты трудные, которым я прожил, хотя мне пришлось четыре раза, если не больше, сидеть в тюрьме, и много раз у меня устроили аварии и много других событий. Но такова была жизнь. Так Бог провел в этой жизни. И я благодарю Богу, что Бог сохранил до этого часа, и урах не прикасался. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok